Шестой класс, вторая серия. Десятичная система счисления. 10 – это основание системы счисления. 10 цифр используются для записи любого числа. Давайте рассмотрим признаки делимости в десятичной системе счисления. Признак делимости на 9. Число делится на 9. Если сумма цифр этого числа делится на 9. Например, число 28 350. Сумма цифр этого числа 18. Значит, вот это число делится на 9. Потому что 18 делится на 9. Признак делимости на 3. Сумма цифр числа делится на 3. Давайте рассмотрим вот это многозначное число. Сумма цифр 26. 26 на 3 не делится. Значит, вот это число 481 562 на 3 не делится. Признак делимости на 4. В каком случае многозначное число делится на 4? В том случае, если две последние цифры образуют двузначное число, делящееся на 4. Давайте рассмотрим вот это число. Две последние цифры образуют двузначное число 50. 50 на 4 не делится. Значит, вот это число на 4 не делится. Второе число оканчивается на две цифры 2 и 4. Эти цифры образуют двузначное число 24. 24 на 4 делится. Значит, это число на 4 делится. Признак делимости на 8. Надо рассмотреть три последние цифры. Так, вот это число на 8 не делится. А это делится. Потому что три последние цифры образуют трехзначное число 488, которое делится на 8. Значит, и вот это многозначное число тоже делится на 8. Кроме десятичной системы счисления существуют и другие. Например, двоичная система. Две цифры всего в двоичной системе счисления 0 и 1. Счет идет не десятками, а двойками. Последняя цифра показывает, сколько единиц. Предпоследняя – это разряд двоик. Затем каждая следующая в два раза больше. То есть счет идет двойками и идут в степени двойки. То есть каждая следующая разрядная единица в два раза больше. Потом пойдет 32, 64 и так далее. Давайте посмотрим, как записываются первые 10 чисел в двоичной системе счисления. Это 1, это 2, одна двойка и ноль единиц. Это 3, а это 4, одна четверка. Это 5, добавленная единица в разряд единиц. А это 6, 4, да 2. Это 7, причем это наибольшее трехзначное число в двоичной системе счисления. 4, 2, да еще 1. Это 8, одна восьмерка. Это 9, а это 10. 8, да еще 2. Как перейти от двоичной к десятичной системе счисления? Так, вот записано число в двоичной системе счисления. Вот эта двоечка внизу показывает, что речь идет о двоичной системе счисления. Так, последняя цифра – разряд единиц. Это разряд двоек, разряд четверок, разряд восьмерок. Итак, одна восьмерка, одна четверка, ноль двоек и еще одна единица. Значит, 13. Число 13 в десятичной записывается вот так, а в двоичной – вот так. Так, еще одно число. Шестизначное число. Здесь старший разряд будет 32. Значит, один раз по 32, ноль раз по 16, одна восьмерка. Здесь идут нули. И еще одна единица. 41. Так записывается число в десятичной, а так в двоичной. Как перейти из десятичной в двоичную? Например, число 24. Надо вспомнить, какие разряды есть в двоичной системе счисления. Каждая следующая разрядная единица в два раза больше. Так, если надо записать число 24, 32 – это уже будет много. Значит, надо взять один раз по 16, затем одну восьмерку. 24 – это 16, да еще 8. Так, а здесь будут нули. Вот так записывается число 24. Один раз по 16, и одна восьмерка. И внизу приписывается двойка. Это двоичная система счисления. Так, как записать число 51? Значит, один раз надо будет взять 32, потом один раз надо будет взять 16. Это уже 48. И осталось набрать 3. Значит, 2 да еще один. Итак, число 51 в двоичной системе счисления записывается вот так. 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 Продолжение следует...